Привет, друг, с тобой Эван. Я каким-то раком опять появился на том же месте, когда заходил смотреть обновление. Даже с таким самым же ракурсом. Короче, пацаны, мы продолжаем смотреть обновление, блин, вовремя, капец, сколько там после обновления прошло. Уже почти месяц? Ну, не месяц, 20 дней точно, типа. Я, как всегда, вовремя. Ставь лайкос обязательно, подписывайся на канал. А, я же не сказал, что сегодня будет. Я вступил в какой-то клан. И сейчас посмотрим все клановые задания, как оно выглядит. Так что я желаю тебе приятного просмотра, приятного аппетита. И мы начинаем. Ну, а если вы, не дай бог, захотите поиграть на этом сервере, то в описании этого ролика есть промокод, вводите его при регистрации. И при достижении третьего уровня вы получите 20 тысяч долларов на свой баланс. Короче, пацаны, сидел я в дома, как бы ничего не делал. Мне прилетает смс, как бы, Эва, не хочешь в клан? Я такой говорю, зачем, типа, опять мне, блин, штрафы накидает, опять будут разборки, вся херня. Они говорят, да не, 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 все будет норм. Я такой, ну ладно, типа, давай я вступлю в клан и заодно засниму вот эти задания. Тем более, в первые дни, когда только вышло обновление, снимать их попросту нельзя было. Ну, в смысле, нельзя, что их запрещали снимать, а просто нельзя, потому что багов дохера. Ну, в принципе, вы, наверное, сейчас на экране видите. А, в принципе, кто смотрел видос с обновлением, тот вспомнит, блин, что там происходило, вот. Я думаю, за 20 дней они там накидали баг фиксов немножечко, и можно теперь работать. А, в принципе, как я вступил в клан этот Хеллкэт, вы можете посмотреть прямо сейчас. Так, Елигант предложает вам вступить в его клан за 0 баксов. Идеально. А, ее подержать надо? А, ну все. Ебать, я в клане, пока не уехал. Давайте посмотрим, что бы клану. Ох, классно. 18 человек с 6. А, я, кстати, в Хеллкэт кто вступил? Хеллкэт, да. Меня с ЛД кинули. Ладно. Ефрейтор. Да не Ефрейтор, я генерал, блин. Активность, рейтинг, взнос. Гараж клана, база клан, управление. Официальный клан Радмир МТА. 6 сети, 100 на 100 заморожено. 10 с 10 автомобилей, 3 уровень. А, бля, я не посмотрел, какой топ кланов. А, номер 11. Нормально. С 7 мы поднимемся, ребята. Будем само, блядь, номер 1. Ладно, шучу. А я, почему шучу? Не шучу. Так, а можно посмотреть управление рангами? Мне это все доступно. Зам, зам, зам. И следящий на цеху, начальник туалета. Зам, начальник. Понимаю. Гараж клана. Раптор, 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 раптор. И 34, 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 и 34. Понимаю. ОГЭ на первом месте? Ха-ха. Охуеть. Крипсы, Лакоза Ностра, Гиперган. Какой-то новый, не знаю. Майами Вайс, Блэк Сайд. Тоже какой-то, блядь, новый. Еще раз повторюсь, что именно эту базу Хеллкет поставили, блядь, на том месте, где я видос снимал. Видос, да. Барону привет. Как бы спойлер. Вот, Хеллкет. Вот, все должны были на челленджерах ездить, но нет. У нас одни Нивы пикапы. Да. Короче, что у нас здесь есть по внутрянке? У нас есть херня, которая делает бензин. Я не знаю, насколько она вкачана, где это можно посмотреть, не ебут. У нас есть верстак, наверное, для инструментов. Есть верстак для... Не помню, для чего надо это. Так, о, топливо у нас до хера есть. Это... А, вернее, вот топливо уже сделано. А вот топливо еще не сделано. Еще какой-то... Блядь, я забыл все. Эван, блин, ты подготовился к ролику вообще? Не, а ли типа похуй. Ну, с похуй в смысле. В смысле похуй. Зрителям не похуй. Danger Master. А, их можно переименовывать, да? Давайте посмотрим F2 меню. А, кстати, я вчера проебал 329 дней. У меня было выполнено. Я просто вчера вспомнил в 11 часов и уже не успел выполнить, потому что у меня был инкассатор, автобусник. И это, как вы понимаете, за час не выполнить никак. Значит, мы сегодня посмотрим задания, все, которые здесь есть, по-быстрому, и попробуем что-то продать. Поэтому, управляющий, здорово. А, блядь, даже так? Так, то есть, я не стыбжу нефть из-за того, что у меня нету рейтинга. А, одно очко рейтинга, это один заказ. Ебать. Не, ну я ебал, блядь, 200 очков делать, чтобы, блядь, топливо в осисти, пацаны, вы понимаете? Перехватить чужую посылку с ингредиентами или наркотиками. Погнали. Доберитесь до мигрующей зоны, надмеченной F11. Так, я думаю, нам на Рапторе надо брать. Потому что все на Рапторе. Хотя, хуй знает. Давай на М4. Все, М4. Хочу белую. Погнали. Ваши ранки позволят... Блядь, вы что, серьезно? Раптор? Так, Раптор. В принципе, не хотел я Тон-4. Так, надеюсь, так будет норм. F11, это нам куда ехать? А, вот эту зону. И нам надо что-то спиздить. Перехватить и снять. Емар Раптор едет. Я, что-то, ожидал, что тачки без щепов не будут так ехать. Она капец как едет. Так, значит, что у нас? Найдите автомобили в этой зоне. Нет, имеется три автомобиля. Два из них с перчаткой, один нет. Нет, вам нужен без взрывчатки. Над вашим автомобилем вы увидите синий маркер. Чтобы найти бомбу, осмотрите нищие. Возьмите кнопку Е возле левой двери, которую хотите забрать. Так, оно-то нужно опикать, не? Ну, я нихера не вижу, чтобы здесь какая-то взрывчатка была, если честно. Я вообще... А, вот еще один. А, вот и есть взрывчатка. Не надо, блядь, на Кулинане нет ее. Да нету, 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 нету. Пиздим Кулина. Я даже третью не нашел, вообще похуй. Оу, 226. Нормально. Пацаны, только взяли в банду, я уже Калин спиздил. Понимаю. Оп, оп, оп. Слава алейкум. На пробел. А, зажать надо. Понял. Ну все, 100%. Задание выполнено. Качество выполнения 100%. Блядь, а как по-другому, а? Блядь, забрать 700 долларов в 1хп, бонус 0. И это вот каждый раз вот так надо делать, чтобы это... Чтобы... Блядь. Ставьте произведенные товары, гонки с другими... Это 100 раз надо. Ебать. Че мне получается, вот это ебашить надо сейчас, а потом... А вот и наши автомобили. Но я вижу только, блядь, две тачки. Где третья? Ну, ебта. В чем прикол? Ладно, давай и к седьмой. Мигает. Ой, эпикало. Раптор. Раптор пусто вроде. Не тр... Блядь, а где она? А вон. Рейнджровер. Вот вон нормальный. Нет, это интересно, если честно. Хима, мне сейчас повезло, а то 10 тысяч за стречку прилетело. Так. Рейнджровер на базе. Все войси. 100%. Пф. Блядь, ребяда. Значок клана? Прям офигенно, реально. Так, пацаны. Это будет немножечко побыстрее. Вот. Относим сюда. Ага. Что дальше? Игрекан? Или что? Или просто ждать? Ага. И все? Серьезно? А, я думаю, что не так все просто. Надо несколько раз. Я думаю, раза три, да? Хотя там 10 раз рисовалось, типа, в задании. Наверное, 10 раз. Окей. Уже минута прошла. Давайте 20 минут и посмотрим, сколько это задание занимает времени. Пацаны, кстати, отметьте из комментариев, кто работал на таком станке. Лично я работал на труде в школе. Интересно узнать ваше мнение. Работали вы на нем или нет? СТД-120 или как он там называется, если честно, уже не помню. А, все. Три минуты выходит. У меня на заказ вышло. Хм. И давайте засечем, например, вот эту херню. Интересно, что быстрее? Как ни странно, мне тачка заняла две минуты, но это как повезет. Давайте посмотрим, кстати, бонус нам дадут или нет. О, бонус дали. Заебись. А, так-то хорошо прокачивается. Тогда давайте так будем. Знаете, пацаны, мне просто очень интересно, смогу ли я работать и выполнять вот это задание, если у меня закончатся детали. Вот, как вы видите, почти та полка вся забита переделанными деталями. А вот эта пустая. А, серьезно, даже так? Типа, посрать что? А я думал, только определенно один товар. Ой, пацаны, не знаю, это видос выйдет сегодня или уже завтра, но я набил этих чертовых 50 опыта. И сейчас у нас открылась новая херня по типу продажи товаров склада. Я думал, продавать товаров склада должен, вернее, может каждый, но нет. А, вот здесь есть цены, нам ремонтные наборы бы продать и топливо. Ммм, ремонтные наборы получше, вот. Думал, каждый уровень может продать. Не, нихера, тебе нужно набить 50 опыта, и тогда тебе открывается эта херня. И ты сможешь продавать, как бы, свои товары. Так что, давайте возьмем. Возьмите со стоянки автомобиль на первом МРО 964. А, блин, зачем я это смотрю, не знаю. А, то есть, все скидывает. Отправляйтесь на международный рынок, отмеченный на карте. Окей. Я думал, мы должны выбирать, типа, что продавать и что нет. Угу. Международный рынок, это вверху, да? А. Я же говорю просто, что спаун вот здесь, в ЛВ, прям имба. Так, мы прыгали на международный рынок. Хотя он так вообще не выглядит. Ой. Вы тоже сейчас видели, как эта херня открылась? А, то есть, я могу в любом месте встать. Ага. Окей. 600. Куда? Сюда. Е. Эту грузь здесь нельзя выгрузить. Здесь смысла, блядь, нельзя. Ладно. Буду считать, что я этого не видел. Оп. Сейчас нормально пошло. Оп. Все. Не ходите. Туда. Оп. Туда. Все. Там же один ящик еще был. Понимаю, отвезите автомобиль на базу. Ну, погнали. Бля, это же надо так проехать. Первый раз за 50 раз сегодня. Сколько я ездил и так вылетел глупо оттуда. Все. Задание выполнено. Качество 100%. Как по-другому. И что им дают? На складе не было товара, поэтому вывезли пустые коробки. Чтобы клан получал что-то там, необходимое что-то, что-то. То есть, мне сейчас послали? Нет, еще не дали. В смысле, на складе клана ни хера не было. Вы гоните, ребята? Клан. База клана. Топливо. Нефть. Ну, давайте возьмем еще вот эти по-бурому выполнить. Посмотрим, что нам. По идее, x3 опыта должны дать. Не 3, а 6. Я не знаю, вот эти 2.037 пришло на банк или не пришло? Да, пацаны, то, что мы делаем в задании, вот здесь, детали, пресс-куроры, нефть, оно не влияет на общий запас вот этого всего. Оно, да, может пополоняться, может пропадать, но на это все оно не влияет. Это просто как бы система. А на этот весь объем уже влияют сами станки, которые вырабатывают топливо, пресс-куроры и ремонтные наборы. Я не знаю, почему у нас вся база клана забита нефтью, вот, ремонтными наборами, пресс-курорами или как они там называются. Но мне почему-то дали нихера за то, что мы привезли их. База клана, так, давайте посмотрим, что по балансу. 0.37, если я закончу что-то, что будет? Да, 3 бонуса нам дадут. 3000 заработал, 6 рейтинга заработал. А в клан что прилетело? Ничего. А по цене? 5.14 минус 2. Давайте еще раз попробуем поехать сдать и посмотрим. Так, наконец-то уже место с членджлога. Мы приехали 1000 из 1000, это меня уже радует. Берем, относим. Так, окей, отвезите и сдайте машину на базу. В клан уже что-то прилетело или нет? Нет, пока что не прилетело, окей. Так, мы прилетели на базу. Что же сейчас напишут? 100%. Ну, все норм. Дальше. На складе не было товара, поэтому везли пустые коробки. Чтобы клан получал деньги из продажи товара, необходимо заполнить склад. Ничего не пришло, реально. Блядь, в смысле заполнить склад? На склад как бы полон, типа, должно хватать коробок. Или не хотят просто, чтобы полностью весь склад забить был. Да, если полностью, то это прям реально брать. Так, пацаны, мы здесь тусуемся. Как вы поняли, минералы какие-то либо сутки. Привет. Вот. Я забыл проверить одну херню. Я же забыл заправку проверить на базе. Это как бы бензин на халяву. Что, даром? Весь день ебашил или что? Так, ох ебать. Так, давай сюда. Сюда. Припаркуйтесь с баком. Окей, паркуюсь. А-а-а. Блядь, из-за того, что у нас станок первого уровня, 92-й бензин. Нам только 92-й можно залить. А нахера нам надо, блядь? Пацаны, если что-то скажете креативное, попадете в видос. Блин. Мама, я в ютубе. Не, я не знаю, я тупой. Жаль. Ну что, пацаны, у меня, в принципе, на этом все. Вот такой видос получился. Сегодня я прокачался за 2 или за 3 часа. Я получил 63 опыта. А, я еще забыл добавить, что я получил одно бесплатное гараж-место, когда апнул где-то плюс-минус 20-30 опыта. Мы с вами тырили тачки, делали вот эти ресурсы, если так можно назвать. Возили товар на склад, на рынок международный. Все, что нам осталось, это набить 100 опыта и 200 опыта, чтобы красть нефть и гоняться на тачках. Вот это уже должно быть интересно. Если вы хотите это увидеть, и вам это интересно, дайте знать комментариям и, конечно же, вашим лайкам. Это самое лучшее, что вы можете сделать для моего канала. Также, если у вас есть какие-то лайфхаки, пишите их в комментариях, будет очень интересно почитать. Ну, с тобой был Эван, всем желаю хорошего дня, всем удачи, пацаны, и всем пока. А, еще добавлю, у меня есть идейка сделать свой личный клан, сделать его номер один на сервере, чтобы все хотели в него вступать. Что вы думаете по этому поводу, стоит создавать или нет? Хотя у меня денег даже нет. Напишите в комментариях. Спасибо.